Добрый день! Искренне надеюсь на то, что у вас все хорошо, настроение отличное. Меня зовут Зиляра Пиктагирова, и я сотрудничаю со SCAN уже пять лет. Пришла я в школу, будучи студенткой второго курса. Сейчас я тоже на втором курсе, но уже в магистратуре, и за это время успела побывать в роли преподавателя, ведущей разговорных клубов, модератора конференции и методиста. Сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю свой профессиональный путь, то, как было непросто в начале, особенно первые полгода. И сегодня наш эфир ориентирован по большей части на начинающих преподавателей. Сразу оговорюсь, что под начинающими мы подразумеваем не только совсем новичков, новоиспеченных выпускников вузов, но и тех, кто уже имеет весомый опыт, но делает первые шаги в онлайн-преподавании. Пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях к стриму, если вы начинающий преподаватель. Итак, сегодня мы поговорим о том, как грамотно составить резюме онлайн-преподавателя, как избежать типичных ошибок начинающего преподавателя, и также узнаем, как получить работу вашей мечты два клика. Абсолютно неважно, в какой категории вы относитесь, выпускник или же опытный преподаватель, который выходит в онлайн, всем нам нужно уметь себя презентовать. И отличный способ это сделать – это грамотно составить резюме. За пару лет на рынке онлайн-образования в связи с МИИ произошли существенные изменения. Преподаватели массово начали искать работу в онлайне. Собственно говоря, возросла конкуренция среди учителей английского, и резюме – отличный способ выделить вас как профессионала на общем фоне. Самый простой способ – это создать резюме на HeadHunter. Я не буду заострять внимание на таких очевидных вещах, как красивая фотография, верные контактные данные. Давайте сфокусируемся на блоке «Опыт работы». Если для вас создание резюме не очень актуально, не отключайтесь. Немного перелесните, пожалуйста, запись. Дальше мы поговорим о типичных ошибках начинающих преподавателей в онлайне. Теперь все же о резюме. В резюме стоит указывать релевантный опыт работы, то есть преподавание, репетиторство. Также можно указать опыт работы переводчикам, администраторам языковой школе, если таковой имеется. Но так или иначе, опыт должен быть связан с иностранным языком. На мой взгляд, не стоит расписывать ваши студенческие подработки в сфере общепита или торговли, также опыт других сфер. Если вы считаете, что он важен, лучше указать его в самом конце в разделе «Обо мне». Распишите ваши обязанности и достижения детально. Для преподавателей важно ответить на такие вопросы. Например, с какой возрастной аудиторией вы работали? Какие курсы вели? Какой уровень языка был у ваших учеников в начале курса и какой уровень сейчас? Желательно по международной шкале. Какими результатами вы гордитесь? Например, высокий и средний балл у ваших учеников на ЕГЭ. Успешная подготовка студента к собеседованию в международной компании. Победы в конкурсах профессионального мастерства. Также напишите о том, какие методики вы используете в работе и какими методическими инструментами вы владеете. Если у вас совсем нет опыта работы, постарайтесь так или иначе его сформулировать. Если мы говорим о тех, кто заканчивает вуз, наверняка, я даже уверена, вы проходили педагогическую практику. Это обязательно нужно указать. Впереди два месяца лета вы еще успеваете поехать в лагерь на смену в качестве вожатого, например. Это будет тоже замечательный опыт. Наверняка во время учебы вы посещали и не раз студенческие форумы, конференции, может быть, были старосты группы. Это все подходит. Главное – объяснить работодателю потенциальному, как этот опыт вам помог. Не обязательно, но большим плюсом будет приложить отзывы ваших студентов. Как это сделала я? Я создала специальную Google-форму, скинула на нее ссылку своим ученикам. Сейчас покажу. Вывела это все в таблицу и приложила ссылку к табличке в свое резюме. Вот так это выглядит. Такой простой, совершенно несложный способ произвести впечатление. Наверняка хотя бы раз вы пробовали репетиторствовать или просто помогали кому-то на добровольных началах. Это все тоже подходит. Вы можете попросить человека написать отзыв на вас, как на преподавателя. Также современные работодатели очень ценят тягу к профессиональному развитию. Если вы регулярно посещаете конференции, семинары, вебинары, проходите те или иные курсы, обязательно укажите это в резюме. Если вы хотите что-нибудь посетить, но не знаете, что будет для вас полезным, мы поделимся с вами подборкой летних мероприятий в комментариях. Будет замечательно, если вы владеете, например, вторым иностранным языком, помимо английского, пусть даже на базовом уровне. Не стесняйтесь указывать эту информацию в резюме. Сам факт того, что вы не остановились на достигнутом, уже обращает на себя внимание. К тому же, если вы поставите цель улучшить знание второго языка, это сыграет вам же на руку. Возможно, в будущем школе, в которой вы хотите работать, откроются новые направления. Итак, ваше резюме составлено, вы знаете все фишечки, успешно проходите собседование, например, к нам в Skyeng, и начинаете работу. Что же дальше? Где бы вы ни работали, важно научиться распределять время. Этот навык в нашем современном мире просто must have. Понятие time management стало очень модным в последнее время. В интернете множество информации о том, как все успеть. Поделись личным примером, я веду креативный ежедневник, вот он, в основе которого лежит немецкая система планирования Бали. В принципе, в таком ежедневнике нет ничего сверхъестественного, однако мне он кажется максимально удобным, так как дает возможность прописывать приоритеты, конкретизировать цели, творчески подойти к процессу организации собственного времени. Возможно, вы считаете, что подобного рода бумажные ежедневники – это прошлый век. Тогда для вас отлично подойдут различные мобильные приложения. Моим знакомым, к примеру, очень нравится приложение «Твое время». Не хотите тратить ни копейки, есть доступный вариант, который называется «Google Keep». Возможно, вы слышали, если нет, сейчас вам продемонстрирую. Вот так выглядит этот сайт. Как мы видим, здесь все достаточно просто, справиться с ним нетрудно и разобраться. Для чего же нужен ежедневник? В нем вы можете фиксировать расписание занятий, в университете, занятий с вашими учениками. Там вы можете прописывать дедлайны, задачи, как краткосрочные, так и долгосрочные. И таким образом вы просто разгрузите свой мозг, которому и так, поверьте, непросто. Что мне очень нравится в Skyeng – это электронный календарь в личном кабинете. Благодаря нему вы видите расписание на несколько недель вперед, вы можете спокойно планировать свое время. И видите не только регулярные уроки, но и разовые замены, отпуска. Это очень-очень удобно. Итак, естественно, когда вы только начинаете работать, вы будете совершать ошибки. Можно закончить педагогический университет, прочитать десятки книг по методике, посетить сотни вебинаров. Однако теорию нужно применять на поле боя. И лучший способ преподавать онлайн, научиться преподавать онлайн – это начать преподавать онлайн. Для того, чтобы избавиться от скованности, от страха сделать ошибку или, не дай бог, не справиться с техническими проблемами, нужно просто проводить занятия регулярно. На первых порах желательно взять пару-тройку учеников, раскачаться, но не сбавлять обороты. Каждый ученик – это новый опыт, это новые интересные кейсы, решать которые вас не научат ни в одном институте. Итак, совет первый – это не бойтесь работы. Мы в Skyeng говорим, работа не волк, работа – work. Второй совет для вас – адаптируйте материалы под онлайн. Оффлайн материалы, даже если вы уже профи в face-to-face уроках, нельзя просто взять и перенести в виртуальное пространство. Ученикам будет скучно, если вы попросите открыть учебник и просто пойдете по материалу. В Skyeng в этом плане все очень легко, все материалы уже оцифрованы, загружены в электронный формат, ничего не нужно дополнительно делать. И третий совет – не бойтесь критики. Бояться критики – значит тормозить себя, тормозить собственное профессиональное развитие. Некоторые опытные преподаватели, приходящие в онлайн, считают, что вполне справятся со всем сами. Они не советуются с более опытными коллегами, зачастую из-за страха показаться неумелыми в их глазах. Естественно, избежать собственных провалов полностью не удастся. Однако их можно свести к минимуму. Для этого есть те, кто в профессии дольше вас. Благо, дистанционный формат нам позволяет общаться с коллегами вне зависимости от места их жительства. И будет замечательно, если кто-то даст вам возможность поприсутствовать на своих занятиях, потерпнуть что-то новое. В конце концов, кто мешает вам пару раз пройти пробные уроки у других учителей? Еще лучше, если вы найдете ментора, который проведет для вас профессиональную консультацию, прослушает ваши уроки, даст рекомендации на тему того, что получилось хорошо, а над чем стоит еще поработать. Если вдруг наставника найти не получается, не расстраивайтесь. Вы всегда можете сделать запись урока и впоследствии провести саморефлексию. В нашей школе Skyeng все уроки записываются и периодически прослушаются методистам. Учителям даются профессиональные рекомендации о том, как улучшить урок. И вообще предоставляется полная методическая поддержка на всех этапах. Если вы хотите стать частью нашей команды, проходите по ссылке и скачивайте PDF-файл «Путеводитель» в закрепленных комментариях. Также мы поделимся там ссылками на полезные статьи о том, о чем мы сегодня с вами поговорим. Удачи вам, замечательного лета и до скорых встреч. Счастливо!